На одной волне с городом. Радио. Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Ну, таков наш закон. Доброе утро, уважаемые слушатели. Радиоболтком продолжает свою работу. И программа Добро пожаловаться. Телефоны в нашей студии 67212-93-9. 67213-93-9. На ваши вопросы отвечает председатель правления Товарищества Центра консультаций собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. И надеемся, что Айвар Гонтарев также присоединится. Здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Да, у нас уже... По горячим следам такой вопрос. Ну, у нас многоэтажный дом. У нас в Бедре ибо создано. Возле дома росла яблоня. В общем, ее посадили. Ну, давно посадили. Ну, мы за ней ухаживали. Все, никому она не мешала. Все радовались. Тут одно утро, так сказать, взяли, срубили яблоню. А Ригас нам упарвал, Белбекс. То есть, по своей инициативе. Никто... У нас, ну, есть правление. Никто ничего не знает. Поскольку мы весной, в общем, согласованы были. Скверы здесь. Нужно было которые срубить деревья. Все мы срубили. Все такое. Про эту яблоню и речь не шла. Начали выяснять. Как бы, в общем, выяснили, что с какой-то там квартиры была какая-то заявка. Эта квартира, ну, и то есть, одна квартира, еще мы будем выяснять, так ли это, она находится совсем в другом, так сказать, подъезде, где эта яблоня никому, она им не могла мешать. И вот такой вопрос. Ну, имеет, во-первых, ну, чтобы срубить яблоню, нужно ли разрешение? Все-таки согласование, как по остальным деревьям. И если один, одна, ну, один, так сказать, собственник квартиры, знаете, тут разные странники есть, которые чего только не предлагают. Там, может, даже и позвонил, что вот надо срубить. Нам не согласовывалось с правлением там дома, может так прийти и срубить эту яблоню. Спасибо. Спасибо. Ну, обычно же деревья не рубятся просто так. Если была заявка от какого-то собственника квартиры, то, видимо, там было и обоснование, мешает, не мешает, представляет угрозу или нет. Обязан управляющего обследовать и, следуя утвержденной процентуре, выполнить необходимые действия по предотвращению угрозы. Поэтому здесь надо понимать, а в чем смысл был заявления. Так сказать, вот сегодня, что вот там кто-то пошел, сказал и все срубили. Я не очень охотно хотел бы рассматривать эту ситуацию, потому что нужно за них все входящие и исходящие. Но обычно, вот если жильцам мешает какое-то дерево, нужно ли проводить собрание, чтобы там определить, сколько там 50 процентов, не 50 процентов за... Ну, понимаете, ведь что значит мешает дерево? Либо оно затеняет, на что есть норматив, либо оно уже в силу своих, скажем, свойств подгнило или уставы, представляет опасность, что оно может упасть и принести вред. Либо оно находится слишком близко к фундаменту и начинает уже вредить и стенам, и фундаментам. Но там есть несколько причин, по которым... Но, по сути дела, это обязанность управляющим обнаружить, оценить риски и при наличии таких запросить строительного права в разрешении. Здравствуйте, доброе утро. Сделайте только тише, а разве приемничество, пожалуйста. Да, извините. Доброе утро. Такой вопрос. Рига Саун-Парбалды предложила нам на следующий год такую работу «Лифтонта и карту ремонт». Не предупреждаю, мы на руках не имеем никакого такого акта, документа, который нам разъясняет, что это за работа. Устные запросы в домоуправление привели к тому, что мы услышали в ответ, что это вроде бы какая-то на каждом лифте нужно установить систему безопасности или кнопку безопасности, предупреждающую о том, что производится работой. Когда мы попросили переслать нам этот документ, нам его не предоставили. Сказали, приходите, мы вам покажем. Может быть, у вас есть какие-то мнения или информация на этот счет? Спасибо. Спасибо. Ну, начнем с того, что, вообще-то говоря, нормативность службы лифта 40 лет. И его можно потом преодолевать ежегодно, предъявляя его специально инспекции, инспекция выявляет, проверяет на соответствие его технического состояния и параметров нормам безопасности. Это первое. Второе. Есть всевозможные требования по безопасности самого лифтового оборудования. В том числе, возможно, здесь идет речь о том, что в машинном отделении необходимо установить специальную, ну, не скажу, аппаратуру, вот эти аварийные кнопки и так далее. То есть, есть ряд требований. Конкретно комментировать, что собирается делать в ВИГ-Гославном парламенте, я не берусь, но на самом деле ежегодно лифт требует какого-то технического обслуживания. Замена деталей, замена тросов раз в пять лет, ремонта ледетки, ремонта двигателя. Там много работ, которые должны производиться регулярно, что они после сорока лет эксплуатации его поддерживают в рабочем состоянии. Я думаю, что вам все-таки надо бы пытаться дойти до конца и, может быть, с консультацией технических людей понять, что там собираются делать. Я напомню, телефоны в нашей студии 67212-9399, 67213-9399. Кто-то вот звонил, 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 а вот не дождался. Перезвоните, обязательно примем ваш звонок. Пока еще я напомню одно средство связи. Это WhatsApp. Вы можете присылать на WhatsApp на номер 2306191. Также ваши вопросы. Вот не вопрос, а мне кажется, тут скорее просто комментарий пишут, а здесь вот вопрос. Скажите, пожалуйста, чем отличаются в правах члены кооператива от собственников квартир, которые в кооперативе не состоят? Ну, в отношении чего? Есть два вида членства. Первый – это члены кооператива. Фактически это собственники компании, которые управляют вашим домом. Это как акционеры компании. И у них права есть решать вопросы внутри кооперативной жизни. То есть выбирать правление, выбирать председателя, утверждать годовые отчеты, намечать планы использования средств, устанавливать зарплаты и так далее. Все, что касается внутреннего управления и жизни кооператива. И есть собственники квартир, которые являются заказчиком услуги управления в данном случае. Собственники квартир, но их права и обязанности никак не связаны с членством в кооперативе. У всех собственников квартир, независимо от членства и так далее, есть общие права, есть общие обязанности, они одинаковые. Не может быть так, что услуга по управлению стоит для собственника квартиры больше, чем для, который не член кооператива, чем для члена кооператива. Так быть не может. Поэтому собственники квартиры решают вопросы в своей компетенции. Это вопросы стоимости обслуживания, кто будет обслуживать, утверждает ремонт и утверждает финансы долга. Это исключительная компетенция собственников квартир, как и их право получать все оговоренные в договоре управления услуги. А члены кооператива, основываясь на решениях собственников, уже распределяют, принимают решение, как более рационально использовать деньги, которые собственник квартиры выделил на поставленные задачи. Кстати, собственники квартиры, решая, кто будет управлять домом, они ставят задачи. Примерно такой вот. Но я понимаю, что здесь возможно такой подвопрос, все-таки нужно ли вступать в кооператив. Ну, то есть, вот как бы психологически человек спрашивает. Это дело человека. Он хочет участвовать в управлении предприятием, значит, он может вступать. Если он не хочет, то он может не вступать. Но ему, там есть другой ответ, ему отказать во вступлении. То есть, если это жилищный кооператив, то есть, зеркалипочные кооперативы сами делят, то все собственники кооператива имеют полное право вступить в этот кооператив. И влиять уже на внутреннюю политику кооператива, на органы управления, на самих управленных администраторов. Ну, вот то, что было скорее репликой, чем вопросом. Мэр Даугавпилса заключил договор с Россией с Газпромом на покупку газа по цене ниже той, что в Лиге. У них цена остается прежней и не повысится на 50%. Почему вот нельзя было договориться также о Рижской Думе? Я бы спросил, почему в государстве нельзя было договориться. Потому что, если каждое самоуправление сейчас начнет свое установить, ну, это очень хорошо и похвально, но в принципе, раз это возможно было и смог сделать мэр Даугавпилса, я думаю, что наш кабинет министров тоже мог бы это сделать для всего государства. Почему не сделал, вопрос, наверное, в воздухе остается. Принимаем звонок. Здравствуйте. Добрый день. По поводу спиливания деревьев в кустов. Все очень просто. Это жалобы дворников, что приходится им много убирать осенью листьев. Поэтому РНП с особым наслаждением спиливает все подряд почти под корешок, а вот сажать новые деревья не собирается. Спасибо. Ну вот злой умысел есть ли тут дворников? Я бы сказал чуток по-другому. Злой умысел есть тех, кто сажает деревья не по проекту и исходя из своих вкусовых или других каких-то воззрений. Потому что произвольная посадка деревьев, она потом приводит к очень большим проблемам для многих людей. Я напомню, что, допустим, в Пурксинске было очень популярно, въезжая в дом, посадить под окнами березку. Ну как красиво. И вот сегодня эти березки до пятого, до третьего, четвертого этажа полностью застилают свет в квартире. Ну, пятый этаж, четвертый продолжает радоваться. Но первые три этажа как-то не очень довольны. Я еще раз повторю, зеленое насаждение – это такой же элемент строительных вообще каких-то там проектов, элемент благоустройства. И его нужно сажать, исходя из определенных правил, а не просто втекать в зиму. Поэтому здесь говорить, что вот это злой умысел или листья, но это несерьезно. Еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Чуть-чуть погромче, пожалуйста. Вас очень плохо слышно. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально? Да. Так вот, я вам скажу, надо с Россией дружить. Не надо там флаги срывать, да? Там всякие за оккупацию счета выставлять. Глядишь, и дешевле будет газ. У вас комментарий или вопрос? Нет, комментарий просто. Спасибо, да. Ну, тут скорее политические, да, вопросы. Так, тут еще несколько вопросов пришло от слушателя. Земля под домами. Прокомментируйте, пожалуйста, новый закон об оплате за землю. 4% наш дом стоит на хозяйской земле. Значит, будем платить 4%. Там есть два периода введения его в жизнь. Сначала 4% распространяется на те земельные участки, по которым не заключен договор и не было судебных решений. Это первый этап, это 22-й год и 23-й год распространяется на всех, в том числе и на тех, где были заключены договоры и так далее. Но в 23-м году уже всем это единая ставка 4%. Ну, считаю, что это достаточно разумно. Считаю, что это достаточно разумно. Недавно, что сразу, как принято, был этот закон, один из самых крупных земельных баронов в городе Риге объявил, что он ищет возможности избавиться от земли. Ну, на самом деле, это ставка такая. Минус, значит, земельный барон должен будет заплатить 1,5% налога на недвижимость государства, плюс, если у него много денег, он должен будет с этих 4% заплатить ПВН. То есть, его доходы резко сократятся. И еще раз там рассматривается вопрос о том, чтобы установить обязанности собственника земли. Если еще это добавить, я думаю, что будем приближаться не в идеале, но приближаться к некой справедливости. Еще такой вопрос. Если нет бедрибы у дома, значит, РНП не слушает решений дома, то есть решения собрания, правильно ли это, почему? РНП должно слушать по-любому решения владельцев квартир. И здесь необязательно, чтобы у вас был бедревый вопрос. Если вы собираетесь каким-то образом решаете вопросы и подаете их в РНП, РНП вас не берет во внимание, тогда нужно понять, почему не берет во внимание. Потому что закон для всех один. То, что решили владельцы квартир, то есть мы именно решили, и большинство, они просто собрались, поговорили и дали какое-то поручение РНП. Именно оформили как протокол и дали РНП, он обязательно для исполнения вопросов нет. Они могут пытаться каким-то образом отговариваться о том, что какие-то запятые неправильно поставлены. Но если по сути решение принято, то оно ясно, понятно. Тогда сопротивляться нет. Нет вариантов РНП. Я бы добавил немножко еще то, что здесь задающий вопрос немножко неправильно поставил акцент. Дело в том, что бедреба тоже не банацея, и если есть бедреба, и у нее нет соответствующих полномочий, то она не может без решения собственников квартир, тоже можно что-то сделать. То есть в данном случае вопрос не в том, есть ли в доме бедреба или нет, а есть ли в доме решение собрания собственников квартир, который решает именно данный вопрос, по которому вы хотите строить взаимоотношения с РНП, или второй вариант, если вы полномачиваете решением собрания какое-то лицо, неважно, бедреба, физическое лицо или группу лиц, представлять ваши интересы и решать определенные вопросы. Думайте о полномочиях, о делегировании полномочий. Так, здесь вот пришло следующее сообщение. РНП необходимо системно снизить температуру в домах на 1-2% без решения собрания дома. Сейчас собрание нельзя собирать, анкетирование, хождение по домам тоже. А если не хотят исполнять решение дома, то что делать? У нас есть только отписка РНП. Что значит должны сокращать? Есть строительный норматив Латвийской республики, который говорит, что в жилом помещении не может быть ниже 18 градусов. Значит, если мы хотим что-то сокращать директивно, значит, мы должны иметь карту распределения температур по дому и подгонять самое прохладное помещение, такое и в каждом доме, вот уже регулировкой, чтобы в нем было 17 градусов. Ну, это такой достаточно сомнительный метод. У нас, допустим, сегодня говорят так, давайте на отопление снизим градусы. Весьма сомнительное распоряжение о том, чтобы поднять температуру горячей воды, выходящей из теплообменника, отменить дневное и ночное повышение, ведет к тому, что вообще добавляется примерно 10-15% потребления тепла в доме. Это распоряжение не отменяется. Вот на тепле, ну давайте. Но ниже 18 градусов, тогда нужно издавать специальное распоряжение правительства о том, что можно отступать от нормативы. Звонок у нас в прямой эфир. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас тут возник с соседями такой вопрос. Все меня убеждают, что выборные старшие по дому имеют какое-то материальное вознаграждение от Ригасного Парвалды. Объясните, пожалуйста, правда это или нет? Нет, неправда. Сразу могу сказать. Спасибо. Я так и думала. Спасибо. А вот если вернуться к прошлому вопросу, сейчас вот получается, что во время карантина, вот чрезвычайной ситуации, собрания собирать нельзя, вот анкетировать и ходить с анкетами можно или нет? Зачем ходить с анкетой? Анкета – это как раз-таки бесконтантный способ. Если вы правильно приняли решение, то, допустим, в нашем кооперативе в собственном карте приняли решение. Все, кто имеет электронный адрес, получают анкету на электронный адрес. Все, кто не имеет, получают ее в почтовые вещи. Заполняют, отсылают. Не надо никуда ходить, и не надо никого бегать, уговаривать. Если, конечно, люди хотят решения, потому что обычно с анкетами ходят, потому что люди игнорируют вопрос. И поэтому, если кто-то заинтересован в более быстром решении вопроса, то он начинает обходить. Но формально сегодня обходить никого не надо. Розослал, ждешь, получаешь ответы, подводишь решение. Есть только один минус у этой процедуры. Он заключается в том, что тот, кто не принял участие, кто проигнорировал вопрос, считается автоматом, проголосовал против. Так у меня три дома, которые девятиэтажные, проголосовали, проигнорировав вопрос, проголосовали против ремонта лифта. Сейчас они начинают останавливаться. А голосование было против. Потому что люди просто проигнорировали. Сейчас начинают говорить, что ой, да мы же не подумали, да мы не знаем. Не игнорируйте вопросы. Вы скажите определенно, да или нет, но не путем умолчания. Умолчания, это ответ нет. Да, то есть, получается, можно, ну, наверное, тем, кто рассылает опросы, обязательно сакцентировать, что если вы не ответите, то ваш ответ автоматически будет означать отрицательный. Стандартно это стоит сразу в комментарии, но для этого надо открыть и прочитать. Беда в том, что не открывают и не читают. Спрашивают, какие разделы есть в деле дома? Могут ли отказать в ознакомлении с делом дома во время ковидного ЧП? Сложно. Отказать не могут. Но учитывать особенности контактов при ковиде, вот сейчас мы не можем принимать население в своих помещениях. Мы можем только без контакта. Значит, ознакомление с определенными разделами дела дома мы переносим на тот период, когда возможно посещение контора. Это так, но это не означает, что мы отказываем. Какие разделы? Основные разделы. Первый – это юридические, где хранятся документы вообще по возникновению самого дома и повещениям собственников квартир, включая и вопросы делегации, делегирования прав управления. Дальше есть большой финансовый блок, где учет финансово ведется. И есть еще большой блок технических обследований, приведенные ремонты, техническое состояние, проекты, если они были разработаны и так далее. По крупному, так это юридический, финансовый и технический блок. В юридическом есть еще сведения о собственных квартирах, но там есть подразделы. Ознакомиться можно совсем, но вы не можете затребовать, чтобы вам выслали копии. Вы должны лично прийти и расписаться, запросить, какие разделы вы хотите увидеть. Почему? Потому что, допустим, обычно бухгалтерия сейчас сохранится в электронном виде, технические части тоже есть электронное хранение, есть бумажное, и поэтому управляющий должен подготовить соответствующие разделы и предоставить под роспись. Почему под роспись? Потому что в большинстве случаев они все эти разделы содержат персональные данные. Этому человеку просто так добавить нельзя, под роспись, чтобы мы знакомились. И предупреждено в этот месяц. Много звонков. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, еще один вопрос. Уважаемые консультанты, хотелось бы знать ваше мнение о рентабельности понижения горячей воды в ночное время. Спасибо. Я могу сказать по своему кооперативу, когда нас заставили поднять с 55 до 58 градусов на выходе и отменили все понижения дневные и ночные, которые мы применяли, у нас возросла стоимость воды примерно на 15-20%. А в общем тепловом балансе это где-то плюс 10%. Так что если вернуться назад к тому, что было, можно довольно существенность. И еще один сразу звонок. Здравствуйте. Алло. Добрый день. Извините, пожалуйста, у меня одно небольшое, один небольшой маленький комментарий и один вопрос к господину Сидорко. А комментарий такой. Вот по поводу выявления мнения дома Аптау и Авейда с помощью анкет. В нашем доме мы проводили это неоднократно. И меня вообще вот удивляют такие вопросы. Во-первых, в анкете можно поставить номер телефона инициатора, по которому можно задавать вопросы, если что-то непонятно. Кроме того, можно вообще попутно для непонятливых разложить по ящикам как бы информацию дополнительную, для чего это, какие у этой инициативы, плюсы или минусы. А вопрос к господину Сидорко. Мой больной вопрос. Вы всегда говорите по поводу температуры помещения нижний предел, А вот верхний предел очень важно. Ведь каждый градус повышает там на 5% стоимость. Спасибо. А что значит верхний предел? Дело в том, что мы своими шаловливыми ручками довели стандартное состояние тепловой системы дома до того, что сегодня одновременно существуют квартиры, в которых в одном едином доме при одной подаче тепла, в квартире, в которых есть 16 градусов и есть 25. И это все в одном доме. И это все результат нашей там самодеятельности, результате долгих лет, когда меняли произвольные радиаторы, хитрили и как угодно там изворачивались. Я не буду комментировать, почему, там были объективные причины, но это так и есть. И поэтому, когда вы говорите о потолке температуры, если вы сейчас не будете знать, в какой квартире прохладно и начнете снижать по квартирам, в которых жарко, то вы просто загоните в мороз те квартиры, в которых прохладно. Поэтому я и говорю, что есть ниже предела, которого нельзя опускаться. У нас есть, допустим, в кооперативе есть 27 домов, 11 домов, в которых каждый собственник квартиры сам регулирует у себя подачу тепла в квартиры и платит за то, что он затвернул. Кто держит 25 и платит довольно приличные деньги, кто держит 16, потому что он так хочет, и платит гораздо существенно меньше деньги. Поэтому сейчас решить вопрос можно так. Если у вас дом, не модернизированная система отопления, она в таком стандартном варианте, как она сейчас есть, то вам надо говорить только о нижнем пределе, потому что верхний предел складывается вне зависимости вашей улицы. Допустим, когда на каком-то этаже установил товарищ батарею большого размера, несмотря на то, что он близок к первичному источнику тепла, он забирает большую часть тепла со стейка к себе в квартиру, все остальные мерзнут. Ему снизить, значит, будут мерзнуть все остальные. Модернизируйте систему отопления, реновируйте свои дома. Когда вы сейчас видим стоимость отопления, ну вот себе представьте, вы сейчас получите в ноябре уже счет по полной программе, и представьте, что в Риге есть дома, где люди получат за то же самое, живя в комфорте, в два раза более низкий счет, чем вы. Вот сейчас мы вернемся ко всем разговорам о реновации, о том, что были люди, которые говорили, как не реновируют, все равно нам повысили. Ну хорошо, сейчас повысили, и существуют. И вот кто-то заплатит в два раза меньше при прочих равных условиях. Тут такой вопрос, скорее, ну не знаю, философский. Может ли Рига продать в частные руки всю землю под домами? В принципе, в Риге какую частную землю, какую землю, вообще все дома, которые пришли приватизацию, если имеются в виду многоквартирные дома, и если эти дома изначально стояли на земле самоуправления, то эти дома приватизировались вместе с землей. Там нету разделенной собственности, поэтому там, где многоквартирные дома стояли на муниципальной земле, эта земля давно уже перешла в собственников квартир, и, естественно, Рига не может продать. Рига может продать те участки земли, которые не были приватизированы. Такие есть, их не много. И еще тут вопрос, как отозвать делегирование полномочий одного из старших по дому? Собранием. Решением собранием. На самом деле, есть общая практика. Кто выдал полномочию, тот их и отзывает. Если собранием они выдавали, значит, собранием его отзывает. Пришло еще одно такое сообщение. Здравствуйте. Можно ли помочь по следующему вопросу? На территории гаражного кооператива одна из берез высотой около 20 метров засохла, гниет, с нее уже падают тяжелые ветки, угрожая людям и строением. Вот-вот упадет и само дерево. Правление отказывается знакомиться с этим вопросом, предлагая самим решить этот вопрос. Ну, я не очень представляю, как можно решить самим этот вопрос. Во-первых, эта береза стоит на территории кооператива. Земля принадлежит кооперативу или третьим улицам. Если земля принадлежит кооперативу, то кооператив или собственникам гаражей, то это дело кооператива, и он не может отказаться. Если это находится на другом, на земле другого собственника, то опять-таки правление должно обращаться. Я не знаю, какие основания управления отказать в этом деле. Вопрос в другом, по тому, кто, собственно, придется оплатить снос этого дерева. Это уже второй. Ваше мнение об аллокаторах? Ну, аллокатор – это прибор, который нормально работает и позволяет учитывать распределение тепла по домам и между квартирами и помещениями. Вполне рабочий вариант, который, в принципе, позволяет нормально, адекватно учитывать распределение тепла по домам. Тут пришла, значит, ссылка на… Ну, точнее, даже скриншот одной статьи, где пишут о том, что экспертами обнаружены случаи, когда домовой счетчик был смонтирован неправильно, к примеру, не установлен обратный клапан. Но об этой проблеме в Латвии не принято говорить. Оно и понятно, ведь в Риге эти приборы принадлежат поставщику воды «Ригас Уденс», а там заинтересованы взимать больше денег за свои услуги. Лучше всего, когда прибор монтируют горизонтально, шапкой вверх, а не вбок, как делают многие установщики якобы для удобства считывания показаний. Ну и просят, в общем, прокомментировать эту информацию. Боюсь, что это вообще не касается Риги Судина. Я не знаю, зачем сейчас, когда одна труба, которая поставляет только холодную воду, зачем там обратный клапан? Никогда там не стоял и стоять не должен. Скорее всего, речь идет о квартире. И где раньше, где возможны перетоки между горячей и холодной водой, тогда там ставился обратный клапан. Но это касается уже с внутреннего стандарта и технических условий, как устанавливать счетчики в квартире. обычно требуется фильтр, ну и раньше ставили еще на горячую воду обратный клапан. Горячая вода не перетекала в холодную. Но это внутреннее дело, это не в ВИГСе. Сейчас буквально еще, наверное, успеем один короткий звонок. Здравствуйте. Прошу прощения еще раз, господин Сидорко. В тех домах, в которых установили аллокаторы, скажите, пожалуйста, это же очень недешевое мероприятие. За какой срок они, то, что называется, отбили эти затраты? Спасибо. Спасибо. Ну и тут сразу спрашивают, что в вашем кооперативе вот установлены или нет аллокаторы? У нас, я повторюсь, у нас 11 домов об оснащении этой системы. Суть не в аллокаторах. Суть в том, что сначала делается новый теплотехнический проект дома, и делается новый проект на радиаторе, установку и способ подкрепления. В этом самое главное. Устанавливаются новые радиаторы, просчитывается необходимая мощность и предусматривается возможность регулирования подачи тепла в каждом помещении. А аллокатор – это уже зеркало, это уже прибор, который учитывает потребление тепла. То есть, на самом деле, начинается с того, что надо обеспечить первое, правильную установку правильного радиатора в правильной мощности, соответствующей техническому состоянию дома и положению помещения в системе отопления. И второе – возможность регулировки. А потом уже учу. В принципе, если это все делается грамотно, то та статистика, что мы имеем, и она подтверждена в том числе исследованием «Рига Силтумс», минимум 20% экономии тепла на дом. Это не значит, что лично вы сэкономите, потому что вы будете платить, как вы топили. А вот в целом дом, за счет того, что устраняется неравномерное распределение тепла между квартирами, в этом случае дом начинает с Вене употреблять на отопление порядка 20% меньше. А затраты мне сейчас трудно комментировать, сейчас цены так уехали, что трудно комментировать. Ну, вот считайте, посчитайте свои затраты на отопление, ну, в среднем где-то оснастите новый радиатор со всеми делами около 200 евро. Я смотрю, что, к сожалению, время нашей сегодняшней программы уже завершилось. Я благодарю всех тех, кто присылал свои вопросы, кто звонил по телефону 67212-939-67213-939. Сегодня на ваши вопросы отвечали председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, а также эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП Айвар Гонтарев. Благодарим наших экспертов. И до следующего понедельника не забывайте, что можно вопросы присылать заблаговременно. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. И слушайте Радио Болтком.